Здравствуйте! Сегодня я расскажу о самом интересном бренде для меня лично, потому что я очень давно знаком с Науми Гудсир, когда еще линеечка не присутствовала на российском рынке и были выпущены только два, нет, ошибаюсь, три аромата. Я написал письмо Науми, и она еще жила тогда в Австралии, и своими друзьями через Германию она передала мне сэмплы. И спустя какое-то время, через полгода, линеечка появилась в продаже на европейском рынке. Сейчас Науми уже переехала во Францию, можно зайти на ее инстаграм и полюбоваться прекрасными шляпками, которые она шьет. Это очень интересная женщина, это не просто парфюмерия, это дизайн, это одно из увлечений Науми, которые она реализовала в ароматной линеечке. Людям моды Науми известны тем, что она шьет шляпки, и вот, например, для показа для Кэнни Уэста она шила 48 шляпок. Это колоссальная работа разных абсолютно, от всяких котелочков до всяких там с перьями и украшениями. Очень экстравагантная женщина, одевается сама очень потрясающе. Она приезжала в Москву, и, в принципе, эти все фотографии можно найти в интернете. Я что скажу? Для меня линеечка, в принципе, личная, потому что так получилось, что на заре моего увлечения парфюмерией я чуть-чуть пообщался по имейлу и в фейсбуке с самой Науми, и она любезно мне насыпала целую гору сэмплов. Мне было очень приятно. У нее были интересные с кожаными такими лепесточками пришитыми сэмплики, куда вставлены они. Из натуральной кожи, кстати. Это первый прям выпуск был такой забавный. В линейке уже произошли преобразования. Вот у меня тут два флакончика. Это первые выпуски и новый дизайн, который, на мой взгляд, стал интереснее за счет своих форм. Более лаконичный, более правильно сделанный, чем вот этот. Это краский флакон 20-х годов. То есть, собственно, это невеликое новаторство, но переосмысленный, наверное, в современном ключе. Дизайн очень классный. Такой баухаус. Кладется в ручку очень хорошо парфюм. Очень приятно спреять, открывать. В общем, все классно. Не надо мучиться. Все тут у Науми верно. О самих ароматах. Ну, начнем мы, наверное, с ее первого аромата, который называется у нас Буа Даскес. Буа Даскес – это тот случай, когда ладан горелый буквально. И плюс в связке с можжевельником он буквально дает ощущение сгоревшей древесины. И тем не менее, аромат немножко полежал, и тем не менее вот этот аромат могут носить женщины. Потому что это сухой ладан. Он не влажный, он не церковный. Он вот как будто какая-то дымная ипостась ладана в смеси с можжевельником, вытянута в длинную линию. И вот мне нравится этот очень стильный, очень лаконичный парфюм. Он и на женщинах, и на мужчинах всегда будет немножечко вот создавать какую-то дистанцию между тем, кто стоит рядом и кто носит этот аромат. Но в то же время он не отталкивающий, он не бьет пощечины, он не прогоняет человека от себя. Он очень душевный и комплементарный. Имейте в виду. Второй аромат Куэр Вилюрс – это кожа, но кожа сладкая, с сухофруктами, даже с черносливовым эффектом таким. Аромат эффектный. Аромат при всей своей эффектности не яркий, не дерзкий, а очень обволакивающий, мягкий. И вот действительно тонко выделанные лайковые перчатки. Обычно кожа бывает либо вот такие дерюжные, прямо дерзкие, злые, либо зеленые, либо наполненные цветами. А здесь все утоплено именно вот в бальзамике и сухофруктах. Аромат также для меня, для девочек и мальчиков, но на мужчинах мне он нравится больше. Но это мое личное мнение. Орда Сираль у нас сделал Бертран Дю Шафур. И как бывает у Бертрана, он может делать такие средние работы, а потом бах и шедевр. Вот мне кажется, вот тут левой ногой Бертран Дю Шафур сделал шедевр. Потому что такого сладострастного, цветочно-фруктового безумия я не слышал давно. И тем не менее, это абсолютно гламурный аромат. Золото Сираля, название восточное, но аромат очень глэмовый. И на холодную погоду это один из лучших теплых, сладких, таких сладострастных ароматов. Сладость здесь не сахарная. Сладость здесь именно фруктов, таких брыжащих просто соком. И прям безумных цветов, ярких, красивых. Рекомендую женщинам просто насладиться этим ароматом. Он упоительный. Серый ирис, который я держу в руках, аромат достаточно специфический. Потому что это ирис с кожей. Но это не как в Пао де Эспань. В испанской коже Санте-Марии Новелла. Очень дерзко. Здесь все-таки более утонченная работа. Но обычно такой код людьми воспринимается на старте, особенно с блотера, но очень пугливо. Вот этому аромату нужно время. Я бы рекомендовал его нанести на руку и походить. Если вам нравится сочетание ириса, ирисовой пудры, и здесь немножко еще про корни с морковочкой. Корни, пудра и кожа, то этот аромат для вас. Но то, что вы будете выделяться среди людей, которые надушены массовыми ароматами, это однозначно. Потому что вся линеечка Наоми, она про вот вы особая. Вы особый. Вот это то, что транслирует данный бренд. Аромат Бакелитовая ночь, самый сумасшедший аромат линейки. Сделала его Лизабет Дуаен, которая работала с Энью Гутали. Тем не менее, это удивительно, потому что последние ее ароматы, Нимфео Мио, Нюд де Толей, были достаточно мягкими. А здесь просто какое-то сумасшедшее зеленое безумие. Это как будто, вот знаете, в воздухе рубленная трава. Просто в мелкий порошок стерта. И вы вдыхаете даже не воздух, а вот эту вот прямо вот густую мелко рубленную траву. Потому что здесь тубероза с синтетическими нотами. Цветок кара-карунда, который очень дико пахнет африканский. Аромат, пожалуй, наверное, самый стоящий вдалеке от всей линейки. И нужно набраться храбрости, дерзости, чтобы его носить. Вообще, линеечка не про массовые вкусы. Линеечка абсолютно не про массовые ароматы. Она очень стильная, экстравагантная. Но вот этот аромат, это просто какое-то сумасшествие. Вот зеленее некуда, много гальбана. Вот все зеленые ноты, которые есть, они просто, я не знаю, как будто бы фонтан из этих зеленых нот бьет из этого аромата. Носить его, возможно, не так просто. Он, кстати, и конопляными шишками даже пахнет. Тут, когда мне рассказывают там про какой-то киинский. Какая это конопля? Господи, это так. Кошачий плач. Вот, попробовать надо и понять. Как будто ты в конопляном поле бежишь голый. И смола брызжет в разные стороны. То есть, вот сочнее ничего не придумаешь. То есть, если вы хотите рискнуть, то пожалуйста. Но знайте, что, ну, равных вам, наверное, не будет с этим ароматом. Это уж точно. Другой вопрос. Легко ли его носить? А вот это уже личное восприятие. Тут нужно пробовать. Я скажу честно, я с трепетом подхожу к этому аромату. Вот такой краткий обзор линейки на Умигудсир мы сделали для вас. Приглашаем вас на наш сайт parfumart.ru. Всем пока. Ждем не только ответов, но и вопросов от вас. Продолжение следует...